Анастасия Борисова Около 200 ведущих астрофизиков мира сегодня прилетели на Алтай. Здесь пройдет Европейский симпозиум по космическим лучам. В преддверии Дня семьи, любви и верности 32 алтайские семьи награждают медалями за верность. Смотрите прямое включение. Змеи атаковали жителей алтайского края. От укусов гадюк уже пострадало как минимум 5 человек. И это всего за два месяца. А в прошлом году столько же было за целый год. Почему змеи активизировались и стали чаще нападать на людей? Как избежать неприятной встречи? И что делать, если змея все-таки вас укусила? Ответы на эти вопросы знает Анна Муратова. В барнаульском поселке Бобровка гадюка напала на двух детей. Двух взрослых змей покусали в Бийске. И еще один случай. Гадюка напала на мужчину во время отдыха на Егорьевском озере. Также опасных рептилий не раз замечали в центре Барнаула и Рубцовска. Пять нападений за два месяца. Небывалая активность. Удивляются алтайские зоологи. И связывают это с холодной весной. Говорят, из-за нее змеи начали размножаться позже. И этот период как раз пришелся на время летних отпусков и каникул. Хотя в целом численность змей в крае, наоборот, уменьшается с каждым годом. Мы ездим со студентами на практике постоянно. И в местах наших практик, наоборот, отмечается снижение численности змей. Мы раньше их постоянно встречали. Гадюк в этом году на практике мы буквально два раза встретили. Хотя обычно это десяток, два десятка особей за время практики. Поэтому я бы не сказала, что это многочисленные такие группы животных, которые прямо сейчас массовый всплеск численности. Змей теперь хоть и меньше, но они стали агрессивнее. И причина в самих жителях Алтайского края. Интересный факт. Каждый год происходит 3-5 случаев нападения человека на змею. Вы не ослышались. Змея – жертва. Змеи никогда на человека сами не нападают. Все нападения змей – это только наша невнимательность или наша неосторожность. Или какое-то наше неадекватное поведение с точки зрения змеи. То есть в обычном состоянии змея, ни одна змея, ни одного вида на человека не нападает. Змеи – хладнокровные животные как в прямом, так и в переносном смысле. Они воспринимают человека как предмет, по которому можно просто ползти. Средние змеи, например, как этот – удав, не воспринимают человека как потенциальную пищу. Они питаются грызунами и лягушками. Змей можно встретить не только на пляжах, где чаще всего регистрируют укусы, а даже в подвале вашего многоэтажного дома или на даче. Змеи любят теплые места, где обитают грызуны. Их привлекают также удобрения, камни, хорошо нагретые дороги. На солнце они лучше переваривают пищу. Сейчас в Алтайском крае обитают четыре вида змей, два из которых ядовитые. Их можно узнать по толстому брюшку и характерной окраске. Например, у гадюки ромбы на спинке. Ее легко спутать с щитомордником. Но у него вместо ромбов – поперечные полоски. Не ядовитых рептилий тоже следует опасаться. Во время укуса могут занести инфекцию. Против ядовитых, кстати, есть вакцина. Но есть и такие экзотические виды, против которых лекарства еще не разработали, говорят медики. Укусы змей аспидовых вызывают яд по типу обездвиживания, курароподобный. То есть от тех укусов змей можно погибнуть непосредственно в течение двух-трех минут. К счастью, встретиться лицом к лицу с такой опасностью в Алтайском крае практически невозможно. Если только в частных коллекциях. По неофициальным данным, таких в регионе сейчас три. При встрече с любым змеем, будь он необычного окраса или ужик, специалисты советуют просто медленно отойти от нее подальше. Иначе от испуга змея может напасть. Яд в течение 10-20 секунд распространяюсь уже по всем кровеносным сосудам. И из места укуса его практически удалить нельзя. Ну а если это все-таки случилось, срочно вызывайте скорую помощь. Ну а пока скорая в пути, если у вас есть с собой вода или антигистамины, выпейте их. Затем ложитесь на землю и ни в коем случае не двигайтесь. Конечно, лучше вообще предотвратить встречу со змеей. Зоологи советуют, выезжая на природу, надевайте плотную одежду и сильнее защищайте нижнюю часть тела. Желательно одеть резиновые сапоги. Отпугнуть змей можно громким разговором или криком. И помните, пока вы не тронете змею, она не нападет. Анна Муратова, Анатолий Фукс, Алексей Шаульский. Новости. Экзотических животных пытались незаконно перевезти в наш регион из Республики Казахстан. Сотрудникам Алтайской таможни и пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю удалось задержать преступницу. Всего нарушительница в прицепе автомобиля пыталась перевезти 12 особей – леопардов, удавов и крокодилов. Это особо ценные дикие животные, занесенные в Красную книгу. Машину с незаконным товаром задержали в автомобильном пункте пропуска. Алтайской таможни в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, контрабанда особо ценных диких животных, стратегически важных ресурсов. Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Развитие промышленного производства на ведущих предприятиях Наукограда сегодня оценивает в Рио губернатора Алтайского края Виктор Томенко. Он уже успел посетить несколько производственных площадок в Бийске. На месте событий работает и мой коллега Вадим Слюсарев. Он с нами на прямой связи. Вадим, здравствуйте. Расскажите, какие объекты посетил Виктор Томенко? Да, здравствуйте. Анастасия, действительно временно исполняющая обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко. Посещает сегодня промышленные объекты города Бийска, в том числе и оборонно-промышленного комплекса. Уже мы побывали на Бийском полиумном заводе, также на Федеральном научно-производственном центре Алтай. И сейчас в эти минуты мы находимся на Бийском производственном объединении СИП-прибор МАШ. Все точки выбраны не случайно. Временно исполняющие обязанности губернатора встречаются с руководителями всех предприятий, чтобы обсудить меры государственной поддержки. И одна из новых мер, которую планируется ввести, это субсидирование части затрат, связанных с приобретением высокотехнологичного оборудования, которое в перспективе должно вывести промышленность Бийска и Алтайского края на новый уровень. Также добавлю, что дальше глава региона Виктор Томенко отправится на встречу с жителями Наукограда, где обсудит актуальные проблемы и вопросы, которые бийчане хотели бы узнать и задать свои вопросы временно исполняющим обязанности губернатора. У меня на этом все. Анастасия, передаю вам слово. Спасибо, Вадим. А сейчас к другим темам. Ведущие астрофизики планеты приехали на Алтай, чтобы принять участие в Европейском симпозиуме по космическим лучам. Впервые этот авторитетный форум проходит в Барнауле. Площадкой стал опорный вуз Алтайский госуниверситет. Подробности у Евгении Князевой. Сегодня здесь, на площадке АГУ, помимо симпозиума, пройдет еще и Всероссийская научная конференция, которая посвящена все той же теме – исследованию космических лучей. Поэтому событие это действительно уникальное не только для Алтайского края, но и для Барнаула. Ведь, кстати, опорный вуз страны сегодня впервые становится площадкой такого масштабного научного мероприятия. Вот только представьте, здесь собрались около 160 участников из 23 стран мира. Здесь Россия, Болгария, Белоруссия, Дания, Румыния, Польша, Южная Америка, Япония и многие другие. Сейчас даже не буду перечислять их всех. В программе симпозиума конференции заявлено около 300 докладов. Ученые расскажут о передовых исследованиях в области астрофизики высоких энергий. А теперь немного об участниках поговорим. Дело в том, что сегодня среди выступающих будет знаменитый создатель космической модели галактики Галпроп Игорь Маскаленко. Кстати, он сейчас является штатным старшим научным сотрудником Стэнфордского университета и также обладатель премии НАСА. В ходе конференции ученые АГУ поделятся своими исследованиями в области астрофизики высоких энергий и дистанционного зондирования Земли из космоса. Кроме того, здесь приятно видеть очень много молодежи, причем не только из центральной части страны, но еще и из азиатской части страны. Как вы помните, у нас именно в Сибири сосредоточены крупнейшие на территории страны эксперименты по изучению космических лучей. Это якутская комплексная установка ШАЛ и гамма-астрономический комплекс Тайга. Добрый день, Анастасия. Мы сейчас находимся в Министерстве труда и социальной защиты Алтайского края. Здесь проходит большой праздник в честь Дня Семьи, Любви и Верности. Сегодня здесь собрались 32 семьи, которые в этом году посчитали лучшими многодетными семьями региона. В каждой семье по несколько детей от 5 до 7. Всего эти семьи воспитали в общем счете 122 ребенка. Немного подробнее о мероприятии нам расскажет один из организаторов, Алена Владимировна. Алена Владимировна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вообще, насколько значимы такие мероприятия как для региона, так и в целом для тех семей, которые сегодня будут награждены. Добрый день. С 2008 года стала хорошей традицией отмечать в Российской Федерации День Семьи, Любви и Верности. На самом деле это очень важно, потому что, вот представьте, со всего Алтайского окрая 32 семьи. У каждой свои традиции, свои традиции, которые они несут уже много лет. Ведь эти семьи в браке прожили 35, 25, 40 лет, есть 55, воспитали замечательных детей, которыми гордятся. Это очень важно. Я так понимаю, это в основном семьи из районов, да? Вот как вы думаете, почему именно в районах есть такая традиция сохранять многодетность, большие семьи создавать, а в городе такого нет? Как вы думаете, почему это? Вы знаете, в районах сохранились традиции, и ведь вспомните, всегда на Руси были традиции, чтобы было больше ребятишек, и 10, и 12. Поэтому в районах, наверное, сохранились эти традиции, что тоже очень хорошо. Спасибо большое, Алена Владимировна. Чуть подробнее об этом мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Сейчас, Анастасия, у меня все, и я передаю вам слово. Спасибо, Полина, я продолжу выпуск. Жители Алтайского окрая смогут окунуться в атмосферу Британии 60-х. Фестиваль «Because of the Beatles» пройдет на территории Бирюзовой Катуни в эту субботу. Известные хиты Ливерпульской четверки исполнят музыканты из Барнаула, Новосибирска, Омска и Горноалтайска. Всех битломанов ждет сюрприз. На фестивале выступит и симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края. Он исполнит сюиту из 12 песен группы «Битлз». Хедлайнером станет группа Фазер Маккензи из Ростова-на-Дону. В ее репертуаре исключительно песни из дискографии группы «Битлз» и сольного творчества ее участников. В 2017 году группа отыграла 10 концертов на родине «Битлз» в Ливерпуре. Напомним, музыкальный фестиваль пройдет 7 июля, вход свободный. Пока на этом все. Еще больше новостей ищите на нашем сайте katun24.ru.